Всем привет, это канал Про Цветок и с вами Дмитрий. Сегодня расскажу про уборку озимого чеснока, расскажу как определить готовность к уборке чеснока, а также как сохранить урожай, а еще поделюсь секретами севооборота. Чеснок растет, пожалуй, у каждого огородника на грядках, однако многие дачники не знают, когда приступать к уборке чеснока, и в этом случае урожай попросту портится. Итак, определить готовность чеснока к уборке можно по следующим признакам. На чесноке, как правило, удаляются все стрелки, однако нужно оставить на грядке несколько стрелок. Когда стрелка выпрямится и семенная коробочка лопнет, значит чеснок пора убирать. Но существуют сорта чеснока, которые не стрелкуются, и готовность к уборке можно определить по листьям. Когда листва пожелтеет на 60%, значит мы убираем чеснок. К уборке чеснока нужно приступать в сухую погоду, чтобы не было грязи, воды и различной слякоти. Потому что чеснок при уборке в мокрую погоду будет плохо просыхать и может загнивать. Когда выдалась оптимальная погода, можно приступать к уборке. В наших условиях в Беларуси, это запад Минской области, я убираю чеснок, как правило, в 20-х числах июля. Чеснок я подкапываю лопатой, лучше его не выдирать руками, потому что земли у нас суглинистые, довольно тяжелые, и очень часто стебель отрывается от самой луковицы. И в итоге пленочка повреждается, шелуха повреждается, и туда могут попадать различные инфекции, а нам это не нужно. Далее, когда чеснок выкопан, не спешите удалять листья и корни. Свяжите чеснок в пучки и подвесьте в сухом помещении, где есть хорошая циркуляция воздуха. Может быть, это чердак, может быть, беседка, а можно просто под крышей. Главное, чтобы там хорошо проветривалось. В сырых помещениях ни в коем случае чеснок развешивать нельзя, потому что луковицы не будут просыхать, и между зубков появится плесень, и урожай весь испортится. Примерно через месяц произойдет отток всех питательных веществ со стебля в луковицу, и можно приступить к подготовке этих луковиц, к хранению. Нужно срезать стебли, оставив небольшой пенек, примерно 70 см, и обрезать корни, а также снять 1-2 слоя шелухи. Просушенные луковички чеснока я обычно складирую в обычные пластиковые ящики из-под фруктов и храню дома в сухом помещении. Но случается так, что на улице затяжные дожди, а чеснок уже полностью готов к уборке, и если не собрать урожай, то луковицы попросту сгниют в земле. В этом случае есть другой способ подготовки к хранению. Когда вы выбираете чеснок в дождь, мокрая земля, мокрая луковица, то уже связывать чеснок в такие пучки ни в коем случае нельзя. Потому что когда чеснок созревший, начинает лопаться шелуха чеснока, и прямо в зубчики попадает вода. И когда мы вот эти вырванные луковицы вместе со стеблями подвешиваем где-то в помещении, то эти луковицы вовсе не просыхают. Там остается эта вода, и все загнивает, урожай портится. Поэтому, когда дождь, вырываем луковицы чеснока, сразу же отрезаем стебель, оставляем небольшой пенек, 7-10 сантиметров. Затем обрезаем корни и снимаем два слоя верхних вот этой шелухи. Получаются чистенькие луковицы. Затем берем острый нож, и вверху, вот где это осталось ножка от стебля, делаем надрезы. Переворачиваем луковицу, и из этой луковицы прямо изнутри вытекает вода. И затем вот эти луковицы раскладываем, опять же, в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Они высыхают и нормально хранятся. А теперь хочу рассказать немножечко про сорта чеснока, которые я выращиваю. Прошлой осенью я был в Москве, в Сокольниках на выставке, и по случаю приобрел новые сорта чеснока. И сейчас проверим, какой урожай у меня получился. Первый сорт – это сорт «Комсомолец». Сейчас я выкопаю одну луковицу и покажу вам. Вот, посмотрите на эту луковицу. Чеснок довольно крупный. У шелухи есть такой небольшой антонциановый окрас, а это уже говорит о готовности чеснока также к уборке. Развитая корневая система. И вот, в принципе, урожаем я доволен. Очень неплохой сорт, поэтому, ну, в принципе, если увидите где-то на выставках в магазинах вот этот сорт, могу порекомендовать. Обратите внимание, вот мой кулак, а у меня руки достаточно большие. И луковица также такого солидного, внушительного размера. Этот сорт стрелкуется, но стрелки я удалял, чтобы формировалась более крупная луковица. Вот такой сорт. Вот это сорт «Мичуринский». Также луковица очень крупная. Сорт стрелкуется. Стрелки я также удалял. Но обратите внимание, на луковице нет такого характерного для вот этого сорта московского антоцианового окраса «Шелухи». Чесночок полностью белый. И луковица достаточно увесистая, крупная. Опять же, практически с мой кулак. Поэтому сорт мне понравился. Буду его также выращивать в следующем сезоне. Следующий сорт – это сорт «Комсомолец». Чесночок довольно крупный. Также есть антоциановый окрас. Но, конечно, в отличие от этих сортов, луковица чуть поменьше. Однако урожай также неплохой. Ну, еще, конечно, я буду смотреть по хранению. Как хранится этот чеснок. Потому что разные сорта могут храниться по-разному. Один чесночок раньше прорастает, другой попозже. Все-таки нужно учитывать и эти моменты. А это сорт «Уральский». Также очень крупный чеснок. Зубчики большие, крупные. Также есть антоциановый окрас на «Шелухе». И сорт также стрелкуется. Стрелки, опять же, как я и говорю, я удалял, чтобы луковицы были более крупными. Поэтому, в принципе, все сорта, которые я приобрел, они все довольно хорошие, крупные, урожайные. Скажу, что болезнями не поражались в этом году. Устойчивые к болезням. Ну, судя по моим условиям участка. И урожаем доволен полностью. Большое спасибо продавцам на выставке, что у меня была возможность приобрести вот такие хорошие сорта. А теперь хочу немножко рассказать про севооборот. Каждый год я высаживаю чеснок на свежем месте. Потому что, если выращивать чеснок после лука, либо чеснок после чеснока, то в почве накапливается множество инфекций, заболеваний. И чеснок будет плохо расти, будет поражаться вот этими болезнями. Поэтому старайтесь ежегодно выбирать свежее место для посадки. Но после уборки урожая, кстати, у нас освобождаются грядки. Получается огромная площадь пустующей земли. Конечно же, их можно засеять различными сидоратами. Это и белая горчица, и люпин, и фацели, и так далее. Чтобы почва отдохнула, обогатилась там питательными веществами различными при заделке в почву этих сидоратов органикой. Но можно посеять и различные овощные культуры, получить второй урожай. После чеснока я буду сеять пекинскую капусту обязательно, затем редьку, дайкон, редис, салат и рукколу. Все эти культуры спокойно дадут урожай до наступления холодов. Кстати, почву под эти культуры я ничем не заправляю, потому что под чеснок я вносил и минеральные удобрения, и органические удобрения. Удобрения и почва очень хорошо заправлена. Поэтому я сделаю лишь поверхностное рыхление плоскорезом и дополнительно буду проливать почву, обеззараживать триходермой, чтобы у нас почва немножко восстановилась после урожая чеснока, потому что все-таки различные инфекции могут в почве накапливаться, различные растительные остатки могут оставаться, и все эта триходерма переработает. Она справится с различными фитопатогенами, обеззаразит почву и сделает ее более рыхлой и плодородной. Кстати, есть триходерма в жидком виде, новый препарат, а есть в гранулах. В гранулах, например, если я использую, у меня есть такой большой пакет, я просто сыплю в почву сухие гранулы и все это заделываю плоскорезом. А если у вас в жидком виде, например, триходерма, то 100 мл добавляете на 10 л воды, проливаете грядочку, прямо в рядки для посева, либо полностью можете пролить гряду и сеять семена. И, кстати, пекинскую капусту я сею безрассадным способом. Сразу сею семена на определенном расстоянии, сантиметров там 30 друг от друга, на грядку и все, никакой рассады, все вырастает до осени прекрасно. Желаю всем хороших урожаев, спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok